На улице солнечно, а столбик термометра уже пару недель держится выше 25 градусов. Такие условия идеально подходят для созревания сезонных фруктов и ягод. Сезон яркой красной красавицы клубники уже позади, зато черешни, черники, малины, черно-смородины и голубики в изобилии. Килограмм малины сегодня обойдется брещанам в 13 рублей, а вот черешни и вишня будут немного дороже – 15. Неживика и голубика в пределах 7-11 рублей. Ягода пользуется сейчас в данный момент большим спросом, так как у нас идет сезон компотов, варенья, джемов. Люди берут часто ягоду на заморозку. Помимо этого ягода свежая, сами знаете, богата различными витаминами. Ну, соответственно, лето – это то время, когда надо обогащаться ими и наедаться ягод вдоволь. Цена варьируется от сорта, той же самой клубники, малины, от размера, от количества урожая. Соответственно, если ягоды много, то ягода будет дешевле. Если ягоды мало, то ягода будет, естественно, дороже. Прежде чем спелые ягоды попадут на прилавок, они подвергаются обязательной санитарной проверке. Все манипуляции проводят специалисты лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы. Для проверки той или иной ягоды с каждой партии берутся 300 грамм. После чего измеряется радиометрический контроль. Все данные записываются в специальный документ. Если результат исследования положительный, тогда продавец смело может продавать ягоды. Сейчас сезон ягод садовых и лесных. Люди делают заготовки. И поэтому нужно обратить внимание на то, что они должны эти ягоды проходить радиологический контроль. Особенно лесные в обязательном порядке. На данный момент люди входят в лабораторию, или мы к ним приходим. И превышение по радиологии пока не встречалось. Хотелось бы людей попросить, чтобы если они приобретают какую-то продукцию, особенно лесную, то чтобы смотрели талончик из лаборатории и результаты анализа. Продавцы постарались сделать так, чтобы каждый покупатель имел шанс выбрать то, что ему по душе. На прилавках от совсем маленьких до довольно крупных сортов. От всем известных до эксклюзивных ягод. К примеру, жимолость. Первой и единственной, кто начал продавать эту ягоду на Брестской колхозке, стала Татьяна. Первая продукция – это жимолость. Я выхожу в конце мая, где-то в 25-х числах. Это очень эксклюзивная ягода, очень полезная. Люди уже почитали, попробовали и ощутили свой результат. И приходят ко мне с благодарностью. Потому что уже я третий год с жимолостью была. И уже это настолько было ощутимо. Ягода – это бесспорно вкусно и полезно. А главное – натурально. Сегодня рынок для брещан – место номер один, где можно вдоволь запастись витаминами на любой вкус и цвет. Качество нравится, обслуживание нравится. Вообще привыкла уже, хороший продавец. Очень полезно, дети очень любят голубику. А у меня сейчас внуки приехали в гости. В чернеком магазине я не видела, только на рынке видела. А как вообще продают люди на рынке? Все время покупают. Вы просто довольны, да? Ну, довольны. Вы довольны на ягоду всего? Ну, на ягоду? Да. Ну, нормально. Я пришел растапиться немножко. Это раз. Второе – купить ягоду для вдохновления, для своего здоровья. Все это очень приятно. На рынке посмотреть. И жизнь хороша, и жизнь хорошо. Поэтому надо покупать что-то такое, чтобы расти, расти. Не то, что ниже, а выше. И витаминов. Пользуются витаминами. Это ягоды, это здоровье. Это очень приятно. Покупая на рынке продукты, я довольна и ценой, и качеством. Всегда прихожу сюда. Помимо сезонных ягод на рынке, изобилие овощей и зелени. Для сторонников здоровой и полезной еды – это повод прийти, закупиться и вдоволь насладиться всеми витаминами сразу. Это и желтые, и красные помидоры, огурцы, яркая красивая морковь, свежая капуста, петрушка и укроп. Как говорится, на любой вкус, цвет и бюджет.